Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. До этого мы разговаривали с вами о формировании куста томатов. И я рассказывала, какие пасунки удалять, как делать один ствол, два ствола, формировать куст томатов. Но можно и формировать кисть цветочную, то есть плодовую. Некоторые занимаются и этим. Сейчас объясню, что это такое, формирование цветочной кисти. Вот смотрите, есть некоторые томаты, которые очень-очень много, ну как, обильно цветут. Они не только цветут обильно, но они и завязывать плоды будут столько же. Вы видите, вот этот куст, он весь, ну буквально весь покрыт цветами. И для того, чтобы плодов было меньше, но они были крупнее, многие формируют цветочную кисть. Вот им, например, не нужно, вот чтобы на кисти было, смотрите, ну что там, 15-20 цветов. Ясно, что 20 крупных здоровых помидор тут не будет. Чем больше томатов в кисти, тем меньше размер этого самого плода. Поэтому некоторые люди берут эту цветочную кисть, отсортировывают. Ну вот как, кто-то делает после завязывания, когда видно, что уже помидорка завязалась, кто-то делает прямо во время цветения. Видите, вот, где он, завязался томатик. Выбирают вот таких 5-6 томатиков, вот еще завязался. Вот эти томатики уже завязались, которые оставляют 5-6 томатиков, но от силы 7. Остальные цветы удаляют, потому что на цветение на это, на формирование этой плода, вот на все растение тратит свои силы и тратится время. И поэтому затягивается получение вот этого урожая. И тем более, вы видите, ну разве может быть на помидоре вот столько-сколько цветов нормальных крупных томатов? Нет, конечно, он измельчает, ну как, они измельчают, их будет много, 33 маленьких помидорки. Поэтому, если сорт у вас крупноплодный и вы ждете крупных нормальных томатов, то можно кисти цветочные самим принудительно, как, нормировать 5-6 на одной кисти, 5-6 на другой, 5-6 на третьей. И они равномерно один за другой будут наливаться и формировать томаты. Если вам, ну как, не очень важен размер плода, можно оставлять все цветы. Я вот ничего не буду делать. Сколько вырастет, столько вырастет. Какой размер, большой съем, маленький буду солить, например. Так можно распределить. Потому что это все дополнительное время, это считать, надо их отсортировывать, все кисти. Но вас я все-таки с этим методом познакомлю. Потому что есть любители очень крупных помидор, они мелкие помидоры вообще не признают. Если хотите получить крупные томаты, тогда нужно формировать цветочные кисти в самом-самом возрасте, когда они еще только-только завязались. Все, вот этот маленький видеоролик я специально показала и рассказала, может быть, кто не знал или там слышал, но не знает, как делать, как формировать цветочные кисти томатов и нормировать образование плодов. Вот видите, вот помидорка завязалась. Можно ее оставить. Раз, два, три, четыре, пять. Остальное прям обрезайте ножницами. Все. И тут тоже, ну вот куда столько одни цветы. Все, цветы, цветы, цветы. Я понимаю, что много помидоров хорошо, но они ведь будут мелкие тогда. А вообще это сорт крупноплодный. Все, до свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там я рассказываю и показываю все мелочи по выращиванию овощей и для получения хорошего урожая. Спасибо.